Ребята, всем привет! До мной вам не показывалась без макияжа Ну да Но на самом деле я вообще пострадила Я сейчас накрашусь Короче, у меня практически прошли те самые дела Я смотрела на свои старые влоги И вот буквально неделю назад смотрю и думаю Блин, я какая-то жирная Я что не жирная, а просто вот меня прям расперло Я какая-то вот прям надутая как будто стала Когда мы приезжали в Москву, я взвесилась И я поправилась на 4 килограмма То есть я весила 48 килограмм Когда я последний раз взвешилась А когда я взвесилась, было 51 с чем-то Ну типа практически там на 4 Короче, я охренела Я такая типа, чё? Вот, и понятное дело, на всем этом фоне у меня повыскакивали прыщики, болячки Ну типа гормональные, вот это самое Вот так кожа моя выглядит без макияжа Периодически вам её показываю Чтоб вы надо мной смеялись В общем, сегодня приезжают мои родители И вчера я, конечно, отмыла весь дом Просто, мне кажется, я даже не знаю Не, ну всё равно ещё дохера всего Как всегда Где-то надо будет полазить по тщательней Пособирать паучину Я просто ненавижу Но окна Всё Шикарно На втором этаже я только окна не мыла Ну мыла когда-то Давно Там, кстати, говно на окне надо смыть Не знаю, что за говно такое неприятное Даже прикасаться к нему не хочется Какой-то прям огромный кусок говна Даже не похоже, что это птичкино, знаете Очень интересно Надо провести экспертизу Ну, короче, в Тали мы сегодня где-то в 11 Легли где-то в 2 Ну, выспались, ничего Посидели, покумекали Кофеёчек попили Я помонтировала влог Предыдущий То есть у меня выходят влоги с запозданием То есть сейчас на моём канале вышел только 14-й день Ну, не только вышел, вчера Вчера я его открыла, 14-й день Живём на даче Кстати, кто-то спрашивал, почему влоги называются Не почему они называются Живём на даче А почему, типа, 14, там, 11, 12 Дело всё в том, что, там, 2 года назад Мы тоже жили на даче в карантин Это, по-моему, было не лето Нет, мы жили весной Да И я тоже назвала влоги тогда, типа, ну как, ну не рубрика Ну так, типа, живём на даче Вот, у меня было живём на даче от 1 до 10 То есть где-то 10 влогов я сняла за то пребывание на даче И сейчас я начала тоже снимать и называть так же Живём на даче И уже, типа, 11, 12, 13 Ну, я просто захотела, чтобы это была какая-то такая подрубрика Где-то через час, даже 40 минут приедут мои родители Поэтому, ооо, надо привести себя в порядок Я сделала сырнички сегодня Здесь уже остались только следы Как вы помните, кто смотрел предыдущие дни У меня вот здесь просто был гигантский прыщ Я аж испугалась, подумала, что у меня уже всё Это поплыло что-то, ну, короче, неприятненько А так, в целом, всё, что сейчас на коже, на лице, это следы С другой стороны, если честно, я думаю, вообще, зачем мне краситься? Я не знаю, буду ли я сегодня снимать длинный, большой, полноценный влог Приезжают родители, и когда к нам приезжают родители Мне что-то как-то не очень хочется, типа, дофига снимать Потому что хочется больше времени болтать, проводить время вместе Такие чистые окна Сегодня, кстати, как-то не очень жарко Хотя вчера был такой чудесный закат Такое красное небо И мне всегда казалось, или так говорили, что Когда красное вот это вот небо, закат крутой То это значит, что будет очень жаркий день Чего-то пока не вижу Ну, мне, кстати, уже посоветовали Как, типа, делать так, чтобы не было разводов Нужно брать этот Газетку И, типа, газеткой протираешь, вообще огонь Не, вообще чисто выглядит Да? Скажите, что чисто Скажите же, что чисто выглядит Не, вообще красота Надо с улицы посмотреть Вивочка, пойдём гулять Вот, кстати, хотела вам показать наши обновки тоже Вот этот, по-моему, плед я вам показывала Подушки постирала Теперь они вкусные, чистые На них можно лежать Такой вот у нас телевизор Я привезла свадебный альбом И здесь фотографии, которые я ещё не разложила Потому что Какого-то там влога из Москвы Я до сих пор не разложила фотки Потому что их очень много Здесь платье для моей мамы В шоуруме заказывала Вот Ну, красота Нет, красота А, я же тут ещё ночью жалюзи эти мыла Вчера Уже было темно Но в комнате-то было светло Поэтому я их просто закрыла Открыла окна И протирала их мыло Так что, не, мне нравится Сейчас пойдём погуляем А ещё на втором этаже Нашла вот такие Из Икеи, кстати, покупала Давным-давно Коврики, не знаю Пока Вива их не описывала Хотя это её самое любимое занятие Ну, мне кажется, мы из этого выросли Да, Вив? Ну, вот здесь тоже Нет, ну класс, конечно Очень приятно Чистые окна Это залог счастливого дома Так, я хотела взять кофточку Тёплая кофточка Так, мне же надо ещё позвонить в сторожку И сказать, чтобы сегодня впустили человека Сейчас, Вив, подожди Я телефон возьму Короче, у нас такая тема Что надо звонить сторожу И говорить, что вот к нам сегодня приедет машина Типа в такой-то участок Типа пропустите Я сегодня ещё ни разу не выходила на улицу О, плёнка слетела Вообще, я бы не сказала, что холодно Но не жарко вообще Всё-таки эта плёнка хорошо защищает Вот сколько она падала Представляете Она каждый день падает Вот Вот уже говно птичье Птичье говно Муха что-то ногу чешет свою Нет, эта плёнка однозначно защищает машину А, мы же хотели посмотреть окна Да, приехала платьишко из шоу-рума Вот такое красивенькое Не, вообще красивый цвет Мальчики там заканчивают собирать нашу качалку Скоро начнём жарить шашлык Вот, видите Показывает платьишко Да, да, хорошо Куда собралась, говорит Ребята, всем привет Новый день И что, что рассказать Вчера родители приезжали в гости И уехали Не стали оставаться на ночь Потому что им до своей дачи 40 минут где-то ехать Ну, час Не стали оставаться Потому что, ну, я их понимаю Я тоже люблю спать в своей кровати Хотя мы предлагали Раза четыре Прямо давайте оставайтесь А потом подумали, типа, нет Не хотите, не надо Потому что я не люблю людей уговаривать Даже своих родных Ну, типа, если человек сказал, что, типа, не, не хочет Или в следующий раз То, значит, так и надо Ну, типа, у всех свои Я просто знаю людей, которые, знаете, начинают уговаривать Просто до усрачки Типа, ну, давайте Ну, давайте Ну, как так Типа, мы ничего не знаем Это обязательно Это просто срочно Это обязательно По-другому не может быть А у меня, может, свои какие-то планы, дела Или вообще нет желания что-то там делать Ну, короче Вот такие вот у нас коробки остались от качалки Надо будет их убрать Выкинуть Так Вот наша качалочка Подушки мы вчера тоже на неё положили Посидели Она ещё не совсем до конца доделана Вот эти штучки надо будет подровнять Но это уже Слава сделает один Вообще оказалось, что очень-очень сложная конструкция у этой качалки И ещё Вот эти штучки-подножки Они должны полностью задвигаться назад И Получается выдвигаться вперёд Вот там, видите, колёсики Но тут какая-то хрень Аааа Надо эти шурупы просто убрать Или их за качалкой сделать Надо будет Славе предложить попробовать И всё Мы ее накрыли немножко, чтобы не намочилось Если что, хотя намочилось все равно Дождик был Господи, какая она чудесная Такая я, конечно, вообще У нас просто все закрыто Машина накрыта, качалка накрыта Подушки в доме Блин, очень, конечно, красивая Ну, места, конечно, занимает тоже немало Вот Но когда мы вот эту хрень На вес сделаем Повесим ткань вот эту, которая там лежит Будет супер вообще красиво, уютно Просто она такая добротная Посмотрите, деревянные Деревянные подножки Я вам потом сделаю видосик Сниму, но хотелось бы что еще сказать Несмотря на то, что она такая дорогая Здесь все сделано просто через Одно место, ну не все сделано через Одно место, но где-то что-то не хватает Где-то что-то не так Вот я вам даже расскажу Вот здесь должна была быть дырка, да Куда сейчас закручен вот этот болт Ее не было, ее не было, Слава, звоню в руках Мы хотели уже опять менять качалку Потому что вот эту дырку, короче, перепутали Видите, ее здесь сделали Она должна была быть здесь Белорусы перепутали на своем заводе Сделали плохо В итоге вчера здесь просверлили дыру Специальную по размеру все прогадали И вот здесь дырку мы сами сделали Ну ничего, на самом деле это мелочь Потому что этого даже не видно, что здесь не было дырки Единственное, что вот эта дырка, конечно Ее здесь не должно быть Ну как бы вообще пофиг уже, реально И еще эта качалка должна раскладываться в кровать И там тоже какая-то непонятная фигня с механизмом Короче, по инструкции тоже все как-то через одно место Потому что по инструкции Мы знаем, что она должна раскладываться Но по инструкции нет такой как будто информации Ну, короче, это очень странно В общем, надо разбираться Еще она не до конца доделана Еще не хватило каких-то типа болтиков Не болтиков, вот таких, короче, шайб как будто бы не хватило Или чего-то такого И надо будет это докупить Что-то выкрутить, подставить Потому что так надо Ну, в общем, за сборку они хотели 6 тысяч, прикиньте Ну, я, конечно, понимаю, что 6 тысяч неспроста не хотели за сборку Потому что здесь реально очень сложная конструкция Оказалось Ну, какая же она шикарная Как она идеально подходит вообще сюда Просто цвет прям под забор У нас постоянно выключают свет На даче Мы вчера ночью лежали, смотрели телевизор И просто хренак выключают свет Так, мы пошли выносить мусор Взяли у соседей тачку Потому что на наше колесо сдута Нам надо купить либо колесо, либо тачку Вилечка гуляет, счастливая собачка Короче, звонила мне председатель В общем, я вам что рассказывала Что у нас постоянно выключают свет в последнее время Я написала в общий чат Типа, что, куда, почему свет там нет Вот, мне позвонила председатель Мы с ней поболтали Минут 15, наверное Обо всём, о том, о сём Вот Она мне сказала, почему выключают свет Что было? Вилла, пошли, пошли, пошли Хотим сегодня сходить в лес К пруду Или к озеру Что там, я уж не знаю Пошли, пошли Пойдём, пойдём, пойдём Вот, а ещё у нас от качалки остались картонные Всякие коробки Я написала председателю Можно ли их выкидывать на мусорку Потому что у меня мама тоже председатель И я знаю, что нельзя сказать у Вива Пошли Вот, она написала, что нет, как бы тоже нельзя Надо их разорвать, сжечь Но соблюдая все меры безопасности И безветренную погоду Чтобы лес не загорелся Ну, такие вот дачные дела Председательские дачные дела Пошли Такие вот у нас тут собачки добрые Вива чуть что на неё ложила Знаете, что Вива сегодня делала? Мы сейчас идём живым мусор выкидывать У нас достаточно долго копился мусор Как-то так вышло, что мы его давно не выкидывали И в одном из мусорей Вива рылась Как какой-то енот или, я не знаю, крыса какая-то И знаете, что достала? Комбаску Говорю я такая с председателем Вижу, Вива что-то жрёт на улице Думаю, что она может жрать на улице Схожу, узнаю, сейчас открываю ей рот Достаю оттуда колбаску Не стыдно? Славик уже разгружает нашу тачку Блин, жарко Ну, мы, конечно, разодетые Какой мужчина Дорогу покажешь? Блин, жарко, да? Да, в детстве мы так катались Какое небо красивое Что-то мы так тепло разоделись, да? Было так прохладно днём Утречком Пусенька Малыш А что ты так поздно пришёл? Смотрите, какой у меня муш наряженный Ну-ка надень свою штуку Ой, блядь Закрылась на камушек Смотрите, там кусёк сидит Ну-ка У него ещё этот есть, типа, защита от мух От комаров Комаров У него, ой, какой заряженный Не то, что жена У жены один платочек Короче, мы идём в лес Славе очень интересно Он посмотрел на карту И увидел, что у нас тут где-то есть какое-то озеро Он говорит, типа, что это за озеро? А, ты увидел какое-то далёкое озеро большое Я говорю, я не знаю, типа, туда не пройдёшь И это? Это в другой деревне Да-да-да Но у нас есть, типа, другое озеро На которое мы ходили в детстве Но я не знаю, честно, как сейчас там Мне кажется, там всё заросло И вообще мы туда не пройдём И вообще тропинки, знаете, надо Когда такие дела идёшь Я взяла себе вот такой полотенце-платок Буду прятаться от клещей Вот, и я ему сказала то, что я знаю проход к одному озеру Вроде было жарко Сейчас опять что-то как-то не жарко Ветерок дует В общем, погодка сегодня так Типа в штанах очень тепло и уютно Хорошо, не жарко Вот, кстати, за долгое время впервые идём в большой круг В общем, у нас тут подача Можно гулять и делать маленький круг Вот здесь мы пришли уже до конца маленького круга Вот Туда Сейчас оттуда мы пришли И можно сделать типа круг А вот это у нас считается большой круг Вот, я помню, мы всегда с дедушкой тоже гуляли И там вот маленький круг, например, придём И он скажет, типа, ну чё, пойдём Типа кружок маленький, пройдёмся И что-то такое, знаете Большой круг, это уже долго идти надо Ты чё, нам ничего страшного Видите, какой муж у меня А вы думаете, просто певец? Вот, мы, кстати, думаем забор поставить на даче Но у нас так есть забор Просто Продлим ещё забор Вот, ну попозже, может, сделаем Всё-таки Частная территория на той час Я прям чувствую, здесь как-то вот душнила какая-то начинается Здесь как-то Смотри, какие ёлочки красивые В общем, безумно интересно Кстати, вот этот озеро или пруд, не знаю, куда мы сейчас идём О, там хорошее место Это то место, у меня даже есть оттуда фотки, где я маленькая с мамой и с Шерханом Там? Нет, там вот озеро, которое, или пруд, куда мы сейчас идём Да там, скорее всего, пруд Вот, и с дедушкой у меня есть фотки оттуда Не, конечно, здесь круто, потому что здесь такое вот это место, где дача У нас тут прям давно уже люди живут, давно дома построены Вот, например, у мамы, там где у мамы дача Там тоже сейчас уже достаточно домов Но вот если говорить про детство, здесь вот моё детство прошло И тут всегда было много домов Всегда все жили, то есть давно уже здесь все живут А у мамы, например, на даче ещё строилось много То есть мы здесь с Кариной раньше на тачке дедушкиной катались По кругу вот этому тоже Ну тут прям тенёк, ты представляешь, сколько тут комаров, может быть? Мы туда не пройдём А, вон там какая-то дырка Так, я ещё голову не покрыла Как фрам собралась Надо было мне кофту получишь, надеюсь, а то это крапива же там Вот штаны у меня нормально заряжены, ноги, а кофты нет Да нормально всё Нам надо было взять какие-нибудь лопаты или грабли, что-нибудь такое Чтобы освещать путь Да, я не знаю, куда нам Прямо? Да, нам в ту сторону Блин, тут крапивы Крапивы тут Они же могут прокусить меня Через кожу Ох, знаете, какая у меня мечта, ребят? В лес за грибами пойти, но пока рано Хотя сейчас, может, лисички какие есть, я в этом не разбираюсь Это мама мне вчера сказала О боже, крапива, крапива Ну, по тропинке Я сюда в сознательном возрасте не ходила Но я точно знаю, что тут мы ходили Ну, пошли куда-нибудь-то придём Да Пошли вот так по этой протоптанной Наверняка она приведёт нас куда надо Такой б***ь Под ноги смотри Всё нормально Да, и съели я Я нарядила это голову, чтобы это, клещи мне не залетели в голову и косички заплела О, смотри, какой-то гриб Кстати, я недавно смотрела видео о том, как отравились грибом Какой-то мухомор Какой-то злой мухомор Блин, клёво Давно я в лес не ходила Вот Вот в лес прикольно сходить Зачем на мероприятиях ходить в Москве? Надо в лес ходить Здесь кислород хороший Так, нам вот туда, скорее всего Блин, так интересно даже посмотреть Ну, знаешь, у меня есть ощущение, что вдруг он высох Хотя на карте нарисовано, как водичка Но вообще он побольше, чем тот, который у нас, типа, как пожарный Да, возможно, высох Я смотрел на старые карты, короче, там, 800-го года Ага Здесь, на этом месте, как раз там, где пруд Ага Было прям такое, такая, блин Большое озеро? Большое, да, большое озерко Ну, может, и не высох, потому что там достаточно, он не маленький Ну, в смысле, если сравнивать, да, вот с тем, что... С годами высохло? Ну, с годами, да, наверное, уж, да Ну, посмотрим На карте там есть немножко водички, если я смотрел Ага Скорее всего, мы что-то-то найдем Нет, что-то-то найдем Не, ну, видишь, дорога-то есть Значит, ходят люди Протаптывают Значит, и мы куда-то дойдем Вот так, постоянно гулял Ну, не часто, конечно, но было За грибами, за ягодами Да На рыбалку, вот так вот Да, в детстве так все ходили, мне кажется Хотя нет, не все У кого-то и дачи-то нет И не было Ну, хотя можно и без дачи пойти в лес Ну, да Не, ну, мы у нас прям такое вообще Обязательная такая программа В лес ходить за грибами С бабушкой, там, с мамой, с дедушкой С лукошком Все вот это вот собирать Помню, когда я подросла, мне уже ножик давали Чтобы я ножом отрезала грибочки Самое тупое, что потом еще обратно идти Самое главное, еще на змею на какую-нибудь не напороться Хотя вот здесь на даче конкретно, тут Обычно не было змей Может, маленькая какая, не страшная Просто есть дачи, где прям Ну, не знаю, участки такие земли Где прям дофига змей водятся У нас тут вообще, я бы не сказала, что много Но, по крайней мере, я за всю свою жизнь здесь, мне кажется, ни разу змеи не видела На даче А вот у мамы, например, на даче В той стороне, где она Там были змеюки Мама даже одну сама ловила Ну, не рукой, конечно, а лопатой Одну даже как-то из дома вызволяла У меня мамы вообще жесть Киборг Кстати, ты меня хочешь оставить вот одну в лесу? Ты так ускакал, я не могу так прыгать за тобой Лесничий ты мой Надо будет потом дедушке твоему видео показать Как ты в лесу ходишь, чтобы он порадовался Что его внук лесничий Да, уже лесничий Я уже заблудилась Зай, мне кажется, мы далеко куда-то идем Может, карты открыть? Все, он меня бросил здесь Ой, зай, мы ушли Мы ушли далеко Вот, посмотрите, нам надо сюда Мы уже вон куда ушли Мы прошли озеро Короче, мы сейчас еще поплутаем здесь Поищем, и когда найдем, я к вам вернусь Ребята, мы его нашли Оно все зеленое И так далее, и так далее Камушек есть? Найди камень Не надо беспокоить природу Вот мы сейчас стоим на том самом месте Где стояли мы с мамой Ну, наверное, примерно где-то здесь И с дедушками, кажется, тут фотки были Скажи, я лесничий дедуль, смотри Ты комар сосед Привет, дед Вот Вот так добрались мы До лесу Ну-ка, давай сделаем Ладно, мы тут постоим, подышим этим воздухом Плющ какой-то тут, мне кажется И пойдем обратно тропинкой Уже проложенной Пришел Пушок Мы ему положили его корм Вкусненький Дедушка ему покупал Еще осталось там много в подвале А то он приходит, постоянно Вивин корм жрет Не то, что нам жалко Вивина у корма, нет Ну просто, что дедушка Зря покупал кошке Его любимый, дорогой Этот самый Там какие-то вкусняшки Наверняка поприкольнее даже, чем корм Хотя кто знает Гурме, понимаешь? Кушай, кушай Все, я тебе не мешаю Так, ребят Мы уже какое-то время дома Уже пришли из леса Все нормально Переоделись Потому что Боялись, чтобы крещи по нам не ползали Кто-то знает Стала занимается какими-то гаражными делами Короче, рассказывай, чем ты занимаешься тут Да мы это Хотим зарядить Генератор Что у нас Аккумулятор Аккумулятор для генератора, да? Когда свет вырубают Кстати, я вам никогда не показывала гараж Смотрите, сколько у дедушки тут всякого стоит В банках из-под майонеза Мы здесь попозже тоже Будем наводить порядок Чистоту делать Тут тоже Моя любименькая В общем, потом здесь тоже красоту наведем Какой чудесный дождь Что сказать? Я сижу Монтирую видео Навожу порядок на компе Ючих тут сидит Вчера она сидела вообще вот здесь Ах, красиво жить не запретишь Я, конечно, до сих пор в шоке Что Слава взял И решил купить такую дорогущую качалку Я хотела ее, правда, очень хотела Но потом я подумала, что, типа, блин Дорого Все равно дорого Ну и плюс, конечно же Если бы Если бы не отключали ту же самую монетизацию На ютубе Столько брендов бы от нас не уходило Хотя, на самом деле, все равно Вот в плане работы Я просто наслышно знаю И с менеджером общаюсь своим И я знаю, что у нас очень даже еще неплохо идут дела Некоторым досталось похуже С другой стороны Живем один раз Это во-первых А во-вторых Зато какая красивая качалка Капец, 75 тысяч Это же просто с ума садишь Хотя, мы просто не знала Какие мы сумасшедшие Нет, дождь не закончился Но он такой какой-то прикольный Типа, знаете Солнце светит Небо ясное Дождик идет Прикольно Я, наверное, сейчас сварю нам макарошки С сосисочками Давно не кушали такое блюдо Сколько я еще, по-моему Очень вкусно Кстати, завтра мы поедем в гости На дачу К моей маме Вот Они к нам вчера приезжали Но я вам рассказывала А завтра мы к ним поедем Не знаю, конечно, как погода будет У них там бассейн есть Можно покупаться в бассейне В баньке попариться надо будет Да, почему бы и нет Надо будет попариться в баньке Сто лет в ней не парилась Я, кстати, не особо фанат бани Это прикольно Но я как-то вот не то, что прям Схожу с ума Типа хочу париться в бане Не Так, у меня здесь на компе Наверное, уже жесть Мне надо домонтировать влог И почистить комп Хорошо, мы сегодня в лес прогулялись Вообще А еще мы разобрались с духовкой Представляете Когда мы здесь жили в карантин Я хотела сделать картошку в духовке И Я ее включаю, она не включается Я ее включаю, она не включается Думаю, что ж такое Что ж ты будешь делать Еще дедушке даже звонила Говорю, дедуль, что-то это самое А он-то ей ни разу вообще не пользовался Понятно, зачем ему духовка Короче говоря Не знали, что с ней делать Что как быть Думали, может, она в розетку как-то не подключится Ну, короче, не знаю Думали-думали В итоге Говорю мужу Я готова здесь жить больше Чем обычно мы живем Потому что Слава Прям мечтает, чтобы мы жили в доме Мне, в принципе, тоже реально нравится жить в доме Просто я такой городской житель Хотя мне Вот, казалось бы, это так странно Я люблю жить в Москве В квартире Но, казалось бы, нахера мне там Что мне там делать На мероприятия я не хожу По магазинам я не хожу Ну, типа, реально Даже еду Мы постоянно заказываем лавку там какую-нибудь Да, или я не знаю, что еще То есть вообще Ну, как бы, что там делать Да, там есть свои плюшки Есть свои приколюшки в Москве Но, по сути, здесь вообще отлично Здесь непочатые краи работы и дела На самом деле Я думаю, что если мы здесь будем Какое-то хорошее продолжительное время жить И при этом еще с финансами будет Все более-менее ничего Что будет не тяжело Отрывать от сердца Какие-то очень уж большие деньги Например, покрасить весь дом Не знаю Что-то там Батареи поменять мы хотели Хотя они чугунные, старинные Дедушка их еще в золотой какой-то покрасил Ну, короче, я думаю, что Чем больше мы здесь будем жить Тем больше мы здесь красоты наведем Со временем Но так тут и так можно жить Просто где-то что-то по мелочи Вон там в комнате уютно вели Там теперь у нас спальня Ну, короче, дел много Картинки, фотки поменять Ну, понятно, не выкидывать ни в коем случае Что-то где-то поменять Что-то где-то добавить Потому что тут очень много, например, детей Внуков Моих братьев Я их, конечно, люблю И, понятное дело, что оставлю какие-то фотографии Но их тут очень много И мне бы хотелось сюда добавить фотографии Там, где мы со Славой Моих родителей Там, Славиных родителей можно У нас есть фотографии со свадьбы Очень классные тоже Может быть, мы их сделали Ну, короче, вот здесь прям Здесь прям есть настроение Ну, вешать фотки Вот прям Не знаю, в Москве как-то не хочется А вот здесь прям на даче прикольно В общем, дел полно Потихоньку, помаленечку То тут, то там Сделаем уют Так, я все на кухне прибрала Хотя, что тут было Мне надо было помыть шампурасы вчера Потому что Мы их вчера не помыли После шашлыка Вот Я их помыла, все убрала Сделала сосиски с макарошками Мы их уже покушали Загрузила посудомойку Что-то руками помыла Постирала Вот почему-то вода течет Аж как много Сейчас мы с вами Загрузим еще одну стирку Бабушка вот так вот У детства моя делала Короче, сейчас мы еще загрузим Ой, я прям вспомнила Как я хату затопила У меня была неделя влогов Последняя в Москве И это Я затопила хату Хочется ее постирать Но вот это как бы как клеенка Ну, наверное, что с ней будет, да? Ну, вряд ли же она порвется Или порвется Вот я не знаю Я очень волнуюсь Потому что она очень хорошая Ну, в смысле, красивая Симпатичная Не напряженная Говорит, кто не рискует Тот не пьет шампанзе Так Потом мы ее Заложим Вот так Кстати, по вашим советам Я поменяла температуру, но самое большое, сколько стала стирка, это 20 минут. Она у меня была 15 быстро, а теперь она стала 20. Тут можно еще включить кое-что и будет 23. Ну вот я не знаю, что это значит. Снимем сухое сначала. Ой, стирать, конечно, ненавижу. Хотя я не руками даже стираю, ну просто вот это вот стираешь, засунуть, включить, мокрое повесить, сухое снять, разложить. Я в любом случае все это вниз понесу и там же все это сложу нормально. Кстати, я разбиралась в этом, под крышей чулан. Разбиралась, а я вам, по-моему, говорила, показывала. И много чего засунула под кровать. Да, я же вам показывала. Вот, и, конечно, прикольно, да. Но с другой стороны, зачем там, не то, что зачем там разбираться, а зачем все, что там класть под кроватью, например. В кровати можно положить одежду. А еще, знаете, чего тут мало? Всяких штанов. Вот шорты. Ну, хотя, не, на самом деле, реально тут немного вещей. Вот, кажется, кофту до хрена, да, но вот вещей немного. Вчера, кстати, мама тоже, она приезжала, она взяла кофту, думала, что взяла целый костюм, а она, короче, забыла, окажется, штаны, и я ей штаны давала. Вот, она в них уехала, но мы завтра к ним приедем, и она мне их отдаст. Короче, суть не в этом. Суть в том, что, я же говорила, я же говорила, что всем нужны вещи, на даче всегда все пригодится. И вот выяснилось, что у меня тут не так уж и много штанов, всяких теплых, таких спортивных, знаете. Надо будет тоже привезти что-нибудь. В Москве-то у меня дофига, блин. Теперь хочется поехать в Москву, собрать там вещей и привезти сюда еще вещей. И вот этот кусочек говна, все никак руки не дойдут снять. Так не хочется. Занавешу-ка я, пожалуй, его. Слава сидит, монтирует реакцию. Смотрите, кто у него там за спиной сидит. Маленький чебурек. Удобно тебе с папочкой? Мурза отлежала, такая смешная. Так, кстати, и с ума можно зависть. Ты там поешь что-то? Да, все зависло. Может быть, завтра после дачи мамы поедем в Москву? Нет. Везем немножко вещей, твой компьютер. Нет. Я, как всегда, обратилась к своему мужу. Дети, семья, муж, хэштег, любовь, ценности. Короче, ты выглядишь, как истинный настоящий мужчина, который живет в доме. Короче, говорю, что-то течет у меня, подтекает. Он говорит, не делай это, не делай. Я говорю, да, не делай. Вот пришел со своими инструментами. Сейчас будет меня чинить. Вот, зато все постиралось, все уже отнесли и повесили дома. Уют и благодать. Видите, как уютненько. А кто-то говорит, не уютненько. Очень даже уютненько. Вкусная колбаска из мусорки сегодня была? Вкуснее, чем дома, чем тебя кормят, да? Лучше, чем корм, лучше, чем крылышки со стола, да? Намного вкуснее с помойки пожрать, конечно. Ну, Вива, я от тебя такого не ожидала. Не ожидала и все. Кстати, Вива уже не в первый раз из мусорки жрет. Вива, так я же тебя на улицу выкину, ты же не пропадешь. Там знаешь, сколько мусорок на улице? Там полно мусорок. Как-то раз собралась, значит, мусор и поставила там внизу у двери. Мы что-то со Славой тут делали. Это еще в карантин, когда мы жили, что-то делали, делали. Смотрю, что-то Вива нет. Думаю, где Вива, где Вива. Подхожу сюда, вижу, она там прогрызла у мусорки, значит, это окошко, дырочку. И что-то там пытается найти. Что-то там крылышко искала. От свинюга, от свинюга. Да как же ты похудеешь, если мы в мусорку морду засовываем, а? Не стыдно? Ну, не стыдно? У Вива теперь Крикоха мусорная собачка. Фу, не прикасайся ко мне мусорная, деточка. Ты в мусорика пошилась. Мама из мусора не ест. Мама ест только настоящий, хороший, проверенный продукт по ГОСТу. А ты мусорная собачка. Чего ты? Что у тебя за эти пируэты? Ай, балерина, ай, балерина. Тебе надо купать, Вив. Я тебя сегодня даже целовать в твою морду не буду, после того, как ты в мусорке рылась. Кошмар. Просто кошмар. Надо было тебя с собой в лес взять на то болото, чтобы ты там еще искупалась. Ты же любишь все грязное и вонючее, да? Теперь мы будем подкалывать Виву, пока она не расплачется и скажет, ну да. Ну я думала, там просто колбаска. Я не знала, что там мусор. Что за смс-ки мне приходят? Так, у меня была какая-то фигня с компом, но Слава мне это починил. Короче, у меня там забилось все настолько, что комп просто охренел. Сейчас у меня рендерится видос, и пока мне надо будет этого ждать, и мне вообще что-то ничего неохота делать, и не хочется, короче, лежать. И чем-то заниматься веселым. И Слава мне сказал, что у него есть какой-то крэш. Это игра с детства. И сейчас мы будем играть в нее. Вдвоем, да? Да? И сейчас мы будем играть в нее. 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 Лежим, кайфуем, играем по очереди. Сейчас что-нибудь покушаем, и уже будем умываться, ложиться, отдыхать. Включим кооператив купленого. Мы не засмотрели. И отдыхать. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Всех любит, целую, обнимаю. Всем пока. Мы были на даче. И к нам туда заезжала мама Славы. Завезла Ярика, сама поехала в Москву с дачи, где у них дача. Ну, короче. Привезла Ярика. И мы вечером с дачи моих родителей поехали сюда, на дачу. Втроем. Вчетвером даже с Ивочкой. Вот. Приехали. Заехали в магазин. Было уже поздно, правда. Ну, нормально, приехали. Я еще сходила в дождь, что-то там. Голубь сушила, что-то разложили. Ярику постелили на втором этаже. Ну, все. Короче, вещи разложили. Вот. Погодка что-то совсем не радует. Сегодня ночью мне было прям холодно. Я спала в кофте, в носках. Представляете? Можете себе вообще представить. И в это поверьте. Причем в разных носках. Вот. И сейчас, поскольку нас не было здесь на даче, и времени на это не было, качалку так и не доделали. И сейчас мальчики этим занимаются. Доделывают качалку. И сегодня уже все будет чики-пуки. Вот. Я только что открыла влог, в котором как раз рассказываю, показываю то, что Слава сделал такой сюрприз. Дай. Да. Ты меня испугал этим звуком. Ах, я тебя вижу. Так смешно. Вообще, у меня такая нарния. Вот мы и перемещаемся в другое место. Короче. Сейчас на них поставили ровно. Все отмерили. И здесь надо будет просверлить дырки. И туда специальные болты, короче, вкрутить, чтобы она не шаталась, не двигалась. Что рассказать когда-нибудь? Не знаю, когда. Может быть, даже этим летом. Мы сделаем забор вот здесь такой же. Вот тот. И может быть, даже проведем забор до этого. Вот с этими соседями мы дружим. Они сприглядывают за нашим домом. У нас хорошие отношения. Мы знаем друг друга всю жизнь. И, собственно говоря, с ними мы забор не хотим ставить сейчас никакой. Ну, чтобы они не видели нас. Нам такого, ну, как бы не надо. Но я что хочу сделать? Мне не очень нравится. Вот здесь калитка. Калитка вот с этим заброшенным домом. Раньше там жили люди. Я, честно, не знаю, как там сейчас, что за дела. Но суть в том, что мы могли ходить друг к другу через эту калитку. И общались тоже, дружили. Ну, в моем детстве. Я даже не знаю, ну, как бы такое ощущение, что там уже никого нет. Не знаю, правда это или нет, как бы. Но учитывая, сколько там всего выросло, крапива. То есть это точно не за один год все росло. Ну, это вообще жесть. Короче, это я к чему? Я хочу убрать здесь калитку вот эту. То есть продлить забор вот до мангала, скорее всего. Потому что, ну, это просто будет логично, чтобы закрыть калитку. Вот. Ну, или вот, как и наши соседи сделали, тоже вот такую штуку. Не знаю, была у них калитка. Туда вряд ли, наверное, была. В общем, грубо говоря, вот это убрать. Потому что, ну, как бы я не хочу. Это вот, знаете, мало ли кто туда приедет. И что, он просто возьмет и зайдет к нам на участок. Это очень странно. Хочется разобрать дровницу. Потому что там куча всякого мусора. Все разбросано. Надо просто оттуда все достать, все почистить и расставить просто бревнышки красиво. Хотя мы ими не пользуемся, но это выглядит мило. Купить новую какую-нибудь хреновину вот такую, чтобы закрывалась. Или вообще сварить какую-нибудь, не знаю, дверь. Вот. Потом мы со Славой думали по поводу всяких облагораживаний и так далее. Что можно сделать, что не сделать. Не знаю, мы думаем, что может быть, кстати, вот здесь неплохое было бы место. Просто для качалки. Но чтобы здесь ее поставить, прикольно. Это так, планы на будущее вам рассказывают. Возможные. Мы так и не сделаем. Убрать здесь тоже вот эту часть огорода. Немножко, да, не то чтобы тонировать, а сделать такую дорожку красивую. Даже не дорожку, а мы, короче, хотим со временем попозже вот это все поменять. Вот этот, ну, как асфальт, да, он, как это асфальт. Его поменять. Сделать здесь всякие камушки красивые положить. Дорожки тоже красивые сделать. Ну, вот как здесь. Это типа брусчатка, поняли? Вот здесь, видите, красиво так выложено. Это уже новенькое. Вот надо тоже что-то в таком духе. Только, например, не серое. Понятно, здесь серое сделал дедушка, потому что, ну, все тут как бы серые дорожки. Не знаю. Может быть, и серое сделать. Я думаю, может, коричневое сделать. Типа под свет всякого там. У меня вообще почему-то есть такое желание, чтобы дом был красно-коричневый. Такой, типа, красный кирпич, коричневая крыша. Вот этот низ коричневый сделать. Ну, тут все просто с коричневыми элементами. Мне показалось, что это будет прикольно. Я теперь, как истинная жительница на даче, мечтаю посадить туи. Туи. Ну, они дорогие, правда, хотя смотря какого размера. Короче, да, надо будет сделать забор. Например, мы уже со Славой все обсудили. Все, какие у нас планы, какие. Ну, не то, что все обсудили. Еще будем обсуждать. Но вот здесь, например, был бассейн, когда я была маленькая. Вот. Вот во всю эту ограду, да, где сейчас земля, тут стоял бассейн очень крутой. Дедушка там, ну, короче, навороченный. Дедушка специально построил к бассейну вот такую пристройку, в которой стоял фильтр, очиститель для бассейна, нагреватель бассейна. Там всякие штуки стояли для бассейна, пылесос был специальный для бассейна. Ну, то есть крутой стоял бассейн такой, прям со всякими штучками, дрючками. Вот. Но потом мы выросли, перестали так часто ездить на дачу, потому что, понятно, появились там всякие там Турция, еще куда-то ездить. Ну, и уже не так часто приезжали, а за бассейном как бы очень много ухода надо. То есть это не та история, что бассейн собирали, разбирали, убирали на зиму. Мне кажется, он всегда стоял круглый год, просто без воды. Вот. Ну, я не помню, если честно, но, по-моему, зимой не стоял. Ну, короче, здесь тоже все освежить, тоже красиво положить. Вот это все надо будет оставить, чтобы вода уходила. Это вот, ну, как, скажем так, для будущего. На будущей, когда у нас уже будет ребенок, мы тоже здесь сделаем зону бассейна. Ну, в общем, как в моем детстве было, мне кажется, отличный вариант. Здесь у нас место для детской площадки будет. Вот. Мы все это обсуждаем, все это мыслим, представляем, где что будет стоять. Поэтому это, знаете, как планы на будущее, потому что сейчас, ну, это как, знаете, здесь все убрать, снести, а потом как бы бассейн поставить как раз сюда хорошо будет. Короче, вот такой вот у нас план Мисли. Вот. Не знаю по поводу вот этой вот части огородной. Я бы, если честно, ее убрала, оставив дерево, разумеется. Вот. И я бы здесь просто сделала, может быть, побольше асфальта вот этого. Но не асфальт такой, да, он старый, понятно. А именно брусчатку красивую положить. И здесь сделать такую зону, знаете, типа качалка, там, не знаю, столик какой-нибудь. Ну, я не знаю. И, честно, надо подумать, все попредставлять, ландшафтный дизайн намутить. Вот. Здесь не знаю, что. Видите, как Реечка хорошо гуляет. Везде гуляет. Забор вот этот тоже есть. Честно, не знаю, зачем его поставили. Наверное, он как разделял какую-то зону огорода. Ну, как бы так и выглядит, что он разделял какую-то зону огорода и какую-то зону, не знаю, отдыха, что ли. Вот. А так, кстати говоря, у нас же и здесь было место для огорода. Но тут просто цветы росли. То есть вот посюда где-то, не знаю, вот посюда, от заборчика, вот посюда шли тоже вот как земля. Вот так вот по всему по кругу шла земля. И там тоже росли всякие цветочки. Ну, вот как здесь сделано, видите? Вот то же самое было вокруг всего участка. Ну, по-моему, это так и было в моем детстве, если честно. Вот. А так, да, прикольно. Я вижу, здесь еще выкопано немножко. То есть отличается по высоте здесь выше, чем тут. То есть, да, вот как опущено. Наверное, копали, чтобы сделать такую вот какую-то зону. И я помню, мы плескались, воды здесь вообще столько было. И как раз вот здесь по кругу шли вот эти смывалки. Ну, видите, оно уже такое все потрескалось. Надо будет тут, конечно, тоже всю эту красоту наводить. Но так, посмотрите, вот даже если представить, да, что это все свежее, новое. Видите, как дедушка сделал, что вокруг шло такое, типа, бордовенькое. Ну, как розовенькое. А потом серое. То есть он как бы такую вот красоту делал. Вот у меня дедушка, он всегда такой был. Он все хотел делать красиво, классно, чтобы все было так интересненько. Знаете, не просто постелил здесь какой-то этот бетон, налил, знаете, асфальт. А вот именно вот были вот такие вот. Один цвет, другой цвет. Но оно, видимо, просто уже потрескалось и со временем, и мох всякий вырос. Поэтому, да, конечно, надо будет все это нафиг делать по красоте. Вот, что сказать. Ой, мой хорошенький. Бегаешь, пупырка моя, бегаешь, гуляешь. Но мне почему-то кажется, что туи красиво сажать не в землю, а в траве, чтобы они стояли. Ну, вот типа как здесь дерево стоит, вот так же туи должны стоять. Но вот у нас просто со Славой единственное, о чем мы согласны, вот такое, да, что надо их сделать где-то здесь, эти туи. Потому что они как раз будут закрывать немножко обзор на дом. То есть через забор будет сложнее что-то увидеть. Но опять же таки, смотря сколько их сделать. Ну, и, наверное, это просто красиво будет. Нифига там лапы чьи-то. Ну, такая вот погодка вообще, вообще не жара. В общем, не знаю, ребят, что бы тут такого посадить тоже. Ну, может, не сейчас, а просто, знаете, как бы представлять. Ну, было бы прикольно как-то вот что-то такое объемное посадить. Мне кажется, было бы здорово. Самолет где-то летит. Вот, посмотрите, сколько всего нападало. А если бы пленки не было. Он такой большой, такой красивый. Правда, он, видите, весь сломался. Надо купить всякие штучки и как-то его закрепить. Жалко так. А вон там, кстати, есть одна, я вижу. Ну да, надо еще поставить. Хочется, чтобы он стоял. Не знаю, может, мы сегодня в город поедем. Если. Ну, наверное, поедем. Надо заехать туда, где для сада все продается. Ну, не знаю, блин, прикольно, конечно. Ну, вот, если тоже огород, все-таки хочется оставить какую-то возможность для огорода. Я не знаю, я пока к этому не готова и не хочу, но оставить-то такую возможность все-таки надо. И вот эти штучки тоже было бы неплохо обновить, красиво сделать. Какая же она милая деточка, лежит в своем домике. Любит его прям. Любит она домики. Да, моя миленькая. Да, моя деточка. Короче, выпустила я новый влог, 16-й. Вы, наверное, уже поняли, что с таким нормальным запозданием выходят влоги. То есть у нас уже качалка есть. Я уже не знаю, сколько дней. И так смешно. Кто-то написал, не вижу смысла выходить замуж, если мой муж не будет так реагировать на чистые окна. А в том влоге, где этот комментарий, я Славу позвала, чтобы он посмотрел, как я помыла окно. И он такой подходит. Ебать, ебать. Ну, потому что реально. Хотя, конечно, бывают, что-то там пишут, всякие гадости про нас, про Славу и так далее. Но, не знаю, для меня это все настолько пустой звон. Считаю, что мне очень повезло с мужем. У меня очень хороший муж, который обращает внимание на мелочи, детали. Ну, то есть то, что вот лично для меня очень важно, например, в отношениях, чтобы человек был внимательный к каким-то мелочам даже. То есть он всегда, если я там сделала новые реснички, маникюр, он всегда говорит, покажи там. То есть, ну, как-то, ну, знаете, интересуется просто моей жизнью, интересуется тем, что интересно мне, что мне нравится. Я могу у него спросить, там, какой маникюр мне сделать. А он мне может сказать, сделай яркий или что-то такое, или сделай такой. Ну, типа такие, знаете, какие-то прикольчики. То есть ему не все равно. То есть есть люди, которые скажут, ой, да мне все равно, что хочешь, то и делай. А он прям так с интересом тоже. И потом, если я прихожу, например, с маникюром, он говорит, ну, показывай, типа, что сделала. Ну, то есть, ну, такое. Может, тоже как-то отреагируйте, если ему там ногти покажу, он такой, вау. Ну, то есть, знаете, не знаю, для меня это важно. Как бы я понимаю, что для каждого свое важно. Каждому надо, чтобы было там, я не знаю, что, что-то такое, что-то другое. У всех свои какие-то ценности, у всех свое такое вот то, что близко, то, что хочется, чтобы было, да, в партнере, какие-то качества. Просто лично для меня те качества, которыми обладает Слава, как человек, как мужчина, как партнер, ну, они очень важны. О, без меня не делайте. Я иду смотреть. И Вивочка, мы идем смотреть. Давай-давай-давай, быстрее идем смотреть. Так удивительно, что мы с тобой похожи. Твой аппетитный аромат уже на мне. Необратимое влечение до дрожи. Эм-на-на, эм-на-на. Так удивительно, что мы с тобой похожи. Твой аппетитный аромат уже на мне. Необратимое влечение до дрожи. Эм-на-на, эм-на-на. Ты сладкая, как ежевика. Вот, ребят, видите, какая у меня лепота? Мы опустили спинку, чтобы было более такое лежащее положение. Ох, какая же красивая качалка. Очень круто. Скажите же, скажите же, что крутая. Да, массивнее. Но крутая. Круто. Очень круто. Блин, посмотрите, видите, какая погода? Вроде вот небо хорошее, но ветер такой прям неприятный. Ну, типа, прям этот ветер говорит мне о том, что вообще... Дерево болеет. Что же с ним делать? Малыш. В этом дедушку хорошо разбирался. А я не знаю, что ему надо, чтобы он не болел. Миленькие. И эти болеют. Это же их болезнь, деревьев. Надо будет разузнать, что этим деревьям можно сделать, чтобы они не болели. Мы заехали в «Вкусно» и «Точка». «Вкусочка». Я каждый раз это вырезаю, когда Слава в видео говорит. А в этот раз оставлю. Так, Ярик, что там у тебя? Я не знаю сейчас. Это «Гранд-Люкс» и «Шлисна». Ярик хотел «Биг Тейсти», но, к сожалению, «Биг Тейсти» нет. Есть только «Гранд-Люкс». А еще картошки фри нет. Представляете, типа, сорт какой-то там картофеля не вырос. Это вот лапшу мне, понимаешь? Что за бред? Хотя деревенская есть. Интересно, а что за сорт у картошки фри? Что это за картофель такой? Какие-то другая, котлетки. Котлеты другая? Да. Наггетсы, соусы, понятно, по вкусу вообще то же самое. Чизбургер лично для меня по вкусу то же самое, но он как будто стал меньше размером. Это единственная разница. Лично для меня то, что я ощущаю. Он реально стал меньше по размеру. Вот я прям его раньше не могла съесть полностью весь. А сейчас могу. Он реально стал меньше по размеру, прям ощутимо. Странно. Но по вкусу то же самое. Слава теперь тоже чизбургер ест. Раньше ты что, Big Tasty, да, и Big Mac любил? Big Tasty Junior Слава любил. Вообще не проблема. Все, что я любила, в принципе, осталось то же самое, реально. Чизбургер никак не изменился. Один огурец, как всегда и было. Плесень и никакой не вижу. Эти наговорщики. По-моему, вкусно. Видите, еще провокаторы показывают наших блогеров и говорят, что они, типа, как они недовольны, типа, нынешним Макдональдсом. Кто показывает? С той стороны. А у нас Мак вообще не изменился. Ну да, пару позиций ушло. Ну это вообще фигня. Ну да. Не, мне, знаете, единственное, вот я сейчас говорила ребятам, что странно, типа, убрали Макфлори Делюкс шоколадной с карамелью. Это единственное мороженое, которое в Макдональдсе прям, ну, любила. И, ну, могла иногда взять. Вот что сложного? Типа, Макфлори Делюкс шоколадной с карамелью. Это просто обычное мороженое, политое карамелью, с шоколадной крошкой. И все это как-то перемешано на специальные. У них там есть машинка такая. Все. Ну, типа, мне кажется, это не какой-то секретный ингредиент. Ну, может, и вернут, но мне вообще пофиг. Я настолько редко брала мороженое. Я думаю, для тех людей, которые любили какие-то, типа, Биг Тейст, знаешь, Биг Мак, прям очень сильно любили, вот для них, наверное, ну, прям трагедия. Просто у меня вообще все чики-пуки. Живем дальше. Отличное настроение супер. Потому что наггетсы как остались, так остались. Чизбургер никак не изменился, кроме того, что по размеру, может, чуть поменьше стал. Ну, вот сейчас единственное, что картошки фри нет. Это вообще очень странно, без картошки. Но это, типа, была новость. Кстати, вот Бургер Кинг тоже мы пытались заказать, помнишь? Киев Си тоже хочет картошку купить, только маленькая. А почему? Вопрос. Так, ребята, рассказываю. Во-первых, вот это стоит с тех дней, когда я мыла окна. Я не знаю, что, мне кажется, либо я сломала, либо я не знаю, как оно держалось. Ну, короче, там сверху крепежей нету сзади. Ну, короче, из окна, когда выходишь. Нету крепежей, блин, типа, снизу есть, а сверху нету. То есть, снизу вставляешь, и она вот так, хоп, и хочет выпасть в ту сторону от дома, короче. Надо приделать. Я уже Славе сказала, приделает. Короче, мы ездили в город, пили лимонадиков. Не знаю, куда их деть, потому что у нас просто полный холодильник. Всего. Вот это надо отнести в подвал. Просто такие бесконечные запасы. Всего-всего. Короче, вчера мама нам дала мясо, которое оставалось замаринованное, которое мы сегодня пожарим. Нам прям с головой хватит там покушать, как раз там и крылышки, и шашлык, всё. И она дала нам пакет с этим мясом, и Слава туда решила положить свои футболки. Мы вчера долго искали мясо, думали, что мы его забыли. И я не разобрала пакет, который с вещами. Единственный стоял, потому что я вообще думала, что этот пакет может Ярика с вещами. Ну, короче, прикол в чём? Через несколько часов я Славе говорю, всё-таки, ну как так? Мы уже с мамой переписываемся. Она говорит, я точно давала вам мясо. Где оно? В машине нет, багажнике нет. Всё осмотрели. В итоге я говорю, Славе, а это что за пакет стоит? Я вижу просто он с вещами. Я думаю, ну блин, там не может быть мясо. Оказалось, что Слава на мясо положил свои футболки. Так что теперь у Славы маринованные футболки. Ну, я, кстати, они уже не пахнут маринадом. Вчера мы заезжали на заправку, взять кофеёчек по дороге и так далее. И я там увидела офигенные перчатки для сада и огорода. Знаете, что меня пугает? То, что чем дольше я нахожусь здесь, на даче, тем больше я смотрю на огород и думаю, тут так пусто, так некрасиво. Надо что-то посадить, надо что-то придумать. И меня это пугает. Реально пугает. Посмотрите, какие классные перчатки. Я взяла три штуки разных, эти такие, типа, как леопардовые, другие с цветочками. И они такие, типа, тянутся, поняли? Ну, как на резинке. Кайф. Я когда их увидела, мне крышу снесло, ребят. Короче, я сейчас хочу немножко пропалать землю. Очень часто в комментариях я вижу, что пишут по поводу того, какой ухоженный сад. Ну, не сад, а, типа, огород, земля, то, что кто-то убирает сорняки и так далее. Да, у нас соседи ухаживают за домом, следят за ним. Ну, короче, вот какие-то такие моменты. Все, ухаживают, подметают, снег убирают, если что, да. Но если нас долго нет, вот. То есть, ну, они, конечно, не просто следят, помогают, мы им денежку платим. Но суть не в этом. Но я лично рада, что у нас есть такие вот люди, близкие, кому мы можем доверить такое дело. Короче, во-первых, я вот здесь сейчас разгребалась. Там было очень много земли, куча червяков, которых я расколола на несколько частей, к сожалению, так вышло. В общем, видите, вот хочу здесь немножко прополоть, вытащить сорнячки, но при этом не задеть растения. Вот, например, вот это что? Я не разбираюсь. Это что? Это кто? Похоже на сорняк, вообще некрасивое какое-то. Вот это что? Какая-то трава. Короче, вот сейчас мы здесь прополем. Вот это какой-то мох. Это надо? Вот какой-то цветок, смотрите. Вот как разобраться? Вот это точно не какой-то красивый цветок. Это какой-то типа сорняк. А вот это кто, понимаете? Кто? Я не знаю, я еще не доросла до этого. Я еще не знаю, не умею с ними разбираться. Но вот это точно какая-то херня, нет? Или это красивое что-то? Слушайте, я боюсь совершить ошибку. Но по сути тут как будто прям трава растет. Короче, в любом случае есть цветы, которые я вижу, да, красиво. А что-то остальное не понимаю, что это. И выглядит как какая-то фигня некрасивая, которую я хочу убрать. Поэтому сейчас мы с вами этим-то и займемся. Ветер, конечно, дует, но зато не будет жарко. Сначала сделаем вот эту сторону. Земля такая сухая, надо будет водички полить. Вот какие сюда цветочки, ребят, посадить? И вообще напишите мне, есть какие-нибудь цветы, за которыми особо сильный уход не нужен? А вот просто посадил и забыл. Ну да, поливаешь там. Но по сути вот такие вот, что-нибудь не сильно проблемное, но красивое есть. Вот что бы сюда подошло. Что-то большое сюда не хочется, но вот такое мне нравится. Он, конечно, не очень красивый. Наверное, он уже отцвел или не знаю. Ну вот красивый. Надо что-нибудь воткнуть, повязать. Что-то они валяются. Короче, посоветуйте что-нибудь в комментариях, название цветочков, как за ними ухаживать, там что-нибудь. Ну не знаю, я уже погуглю, потом посмотрю. Ну хотя я и так могу погуглить, но вы же у меня эти, хозяйственные. Ну и что делаешь? Разрыхляю. Окушилось? Сига, да ты крута. Мне не хватает одной палочки. Нифига за это, что делаешь? Красоту. А ты что знаешь, что-то делать? Конечно, а что тут не знать? И что тут делать надо? Ну вот смотри, видишь всякие уродские? Да. Надо вот так все прополыхать и достать их. Потом полить, вот так вот приравнять и будет красиво, без всяких сорнячков. Нифига за это. Да. Да, она крудая. А, очень крутая. У меня есть одна лопаточка, которой обычно какашки и вилочки собираю. Потом польем и будет красиво. Ну хотя не знаю, красиво, может и не будет красиво. Вот я не знаю, что это за цветок такой. Какое-то чудище. Ну в смысле, ничего красивого я в нем не вижу. Вот, Вивочка, учись. Нам надо вот эту травку доставать и выкидывать. Это некрасивый лопаточка. Вообще странно, почему я в такой красивой кофточке занимаюсь делами огородними. Сейчас я пойду переоденусь и возьму аккумулятор. Рано я на пенсию вышла, да? Пусть тянет за собой серый дым. Пусть говорят, что он необходим тебе. Расбросанные простыни И безнадежно сложно все. Пусть тянет за собой серый дым. Пусть говорят, что он необходим тебе. Я задаюсь вопросами. Зачем же ты сидишь в моей голове? Сверху затянулись эти. Снова заплутали тени. Навсегда оставив прошлое. Сверху затянулись эти. Снова заплутали тени. Навсегда оставив прошлое. Сверху затянулись эти. Сверху затянулись. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok розочку чем было чем смогла просто то что навалялась и мне как минимум даже вот неудобно это чистить все убирать в общем сейчас продолжим правда ветер дует такой прям конечно лучше это делать днем но и не тогда не в самый день день потому что тут всякие осы летают небось я бы с ума зашла и вот что это за цветочек какой-то сухой грустный цветочек накинуть что-то потеплее чтобы спину не продуло и продолжим я каждый день ищу твое отражение меня так тянет тебе я не жалею ни минуты своего времени теперь время меня сильней и ты сама все знаешь наверняка ты со мной и играешь я все никак не могу разгадать тебя но дай мне последний шанс я не встречал такую когда ты рядом кайфую мой мир теряет себя давай начнем все с нуля привет как твои дела как твои дела бэйба так уже начинает темнеть между прочим чем у меня еще дел он я наверно уже все не успею сделать хотя бы одну доделаю до конца класс класс я видишь что у меня все планеты местами я чтобы лишь на три минуты побыть с тобой в голове мелькают изображения твои когда ты рядом обретаю покой ты сама все знаешь наверняка ты со мной и играешь я все никак не смогу разгадать тебя но дай мне последний шанс я не встречал я не встречал такую как твои дела как твои дела бэйба лучше днем посмотреть я сейчас тут все пролью я с двух сторон пролью в любом случае ну сейчас уже темно конечно и тут я уже устала и уже мальчики развели мангал поэтому надо уже готовиться к ужинам поэтому если что потом что-то доделаю ну как видишь разницу с той стороной не видишь это все пропололо максимально ну конечно красота не вообще вот это вот вы стала выглядеть уже по-человечески как бы вот сорняков нет и опрятно все выглядит отлично а тут конечно да тут конечно большая разница приехал папа всем привет мы кушаем сейчас сидим болтаем уехал папа мы сходили до мусорки прогулялись устали за сегодня завтра мальчики поедут на дачу на другую к славянам бабушки дедушки у слова там есть дела и заодно навестит родных но он вообще по делам изначально ей за 1 ярика завезет короче я останусь дома здесь не знаю пока что буду делать завтра ну в любом случае вы об этом узнаете я пошла смывать макияж садится монтировать видосики пить чаёчек и готовится ко сну спасибо что смотрели этот влог всех люблю целую внимания будьте счастливы здоровы и всем пока что как 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 Продолжение следует...